В округе отметили юбилей вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан. Возле памятника ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов на Аллее Победы состоялся митинг, посвященный 30-летию вывода войск. У монумента собрались участники боевых действий, представители органов исполнительной и законодательной власти региона, общественных организаций и жители города. Вот так, со слезами на глазах, в этот день в Наринмаре вспоминали павших в той войне. Ветераны боевых действий, члены патриотических организаций, официальные лица и жители округа почтили память тех, кто погиб при исполнении долга минутой молчания и возложили цветы к монументу. От имени Александра Цибульского к собравшимся обратился вице-губернатор Сергей Боенко. Сегодня мы отдаем дань уважения и памяти всем участникам военных событий в Афганистане, павшим и живым. Эта война никогда не будет вычеркнута из памяти народа. Она навсегда останется в истории нашей страны свидетельством доблести, символом стойкости и героизма воинов-интернационалистов. В Ненецком округе поддержкой воинов-интернационалистов занимается региональная общественная организация «Ащит». На сегодня ее членами являются 293 ветеранов боевых действий и вооруженных конфликтов. Вы совершили в свое время подвиг. Вам было по 18-19 лет. Вы не допустили тот самый террор, который зарождался в Афганистане. Вы сделали все возможное, чтобы оттянуть на года вход террористов в Советский Союз. Продолжился памятный вечер в зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика. Там состоялась церемония награждения ветеранов медалью «30 лет вывода советских войск из Афганистана» и почетными грамотами администрации округа. Памятные награды, медали – это лишь небольшая дань уважения воинам-героям. Афганская война продлилась долгие 10 лет. Вывод последних воинов-интернационалистов стал для страны большим праздником. В этом году ровно 30 лет со дня, когда российские военные покинули территорию Афганистана. По прошествии времени можно долго спорить и говорить о том, какой была эта война. Но бесспорно одно – это было тяжелое испытание для всех солдат, их семей, родных и близких. Все, что вы прошли, пережили, прочувствовали, навсегда останется с вами. Эхо войны очень трудно заглушить. Шестеро жителей Ниньского округа не вернулись с войн в Афганистане и на Северном Кавказе. Семен Шульгин умер в госпитале в 1985 году. Виктор Аншуков погиб в 1987 году. Иван Пушкашу – в 1988. В Чечне погибли Леонид Кисляков, Павел Далайчук и Вадим Вылка.